Сегодня главные экономические новости вновь приходили с валютного рынка. Курс рубля остается нестабильным. В первой половине дня на торгах на московской бирже доллар и евро в очередной раз достигли исторического максимума. Но затем рубль отыграл часть позиций. Официальный курс, установленный Центробанком на завтра, доллар 54,38 рубля, евро 67,27 рубля. Причины биржевой нестабильности анализирует наш экономический обозреватель Наталья Семенихина. Тренд разнонаправленный, волатильный, говорят аналитики о сегодняшних торгах, что в переводе означает рубль то вверх, то вниз. Вниз шел с утра, и казалось уже доллар без 10,55, а евро почти 68. Но в один момент валютная пара отступила. И доллар уже 53, а евро 65. Возможно, не без участия Центробанка. Сегодня стало известно, что в понедельник подобный скачок курса в нашу пользу стоил ему 700 миллионов долларов. Объявив о плавающем рубле, регулятор оставил за собой право неожиданно вмешиваться в торги. В остальное время рынок тестирует правила свободного курса образования. До Нового года, скорее всего, будем жить в такой вот чехарде. А в 2015-м, уже первый квартал, будем наблюдать коррекцию, стабилизацию и укрепление рубля. Это при условии, что коррекция и стабилизация начнется на нефтяных площадках. Сегодня там почти тихо. 71 доллар за баррель. Но рынок все равно нервничает из-за низких цен. И не только наш российский. Даже для стран ОПЕК, решивших, а точнее не решившихся урезать ежедневную добычу, падение сырьевых доходов – удар по бюджету. Ведь нефт на бумаге как минимум по 80, да и валютные курсы повыше. А деньги просели у всех сырьевых экономик. От Нигерии до Канады. Практически все страны, которые экспортируют нефть, и чья экономика в значительной степени зависит от поступлений, от экспорта нефти, понесли определенные потери с точки зрения курса своей валюты. И если посмотреть даже на такие страны, достаточно передовые страны, как Норвегия, их валюта обесценилась примерно на 16-17% в течение этого года. Большая часть обесценения валюты произошла именно во вторую половину года, то есть после снижения цен на нефть. Да и для сланцевых месторождений США вот-вот станет выгоднее не качать нефть, чем качать в убыток. Из-за этого ресурса штаты сократили импорт. На рынке в результате излишки, падение цен, но эксперты дают от силы 3-4 месяца на возврат к объемам собственной добычи Америки к уровню 10-го года. Количество заявок на бурение скважин резко снижается. В октябре минус 15%, в ноябре уже минус 37%. Новые игроки просто не рискуют начинать бизнес. А у старых проблемы с инвесторами из-за так называемого мусорного рейтинга, означающего весьма сомнительную прибыль. В целом многие проекты уже сейчас являются нерентабельными, потому что, конечно, их экономика разная, но некоторые из них нерентабельны уже при 80 долларах за баррель. При 70 долларах за баррель нерентабельными становится, в общем-то, около половины этих проектов. И говорят, что красной чертой становится как раз рубеж 60 долларов за баррель, когда, в принципе, добыча сланцевой нефти начнет потихоньку падать в Соединенных Штатах. Будет ли 60 долларов за баррель или рынок развернется раньше, тут эксперты спорят. Как спорят и на какой уровень вернется нефть. 75-85 долларов, пожалуй, чаще всего звучат в прогнозах на первые месяцы 2015 года. Справедливая цена для рубля в этом случае от 45 до 50 рублей за доллар. В формуле, по которой это считали, масса непонятных обывателю экономических параметров. И один понятный. В нынешнем ослаблении рубля инфляционный след и прошлых лет. Сколько стоил доллар весной 2011-го? 33 рубля. А три года спустя? Те же 33 рубля. Но деньги имеют свойство обесцениваться. И инфляция у нас выше, чем в США. А значит, и доллар должен был дорожать. Процентов на 5-6 в год. Но курс не менялся. Его держали в коридоре. Но нынешний свободный рубль при всей текущей нервозности валютного рынка эксперты называют правильным решением для будущего экономики. Пришедшие два часа назад опросы говорят о том, что в ноябре темпы роста промышленного производства могут быть еще выше, чем в октябре, когда они неожиданно для всех составили почти 3% год к году. Очевидно, что промышленность адаптируется к этому новому курсу, который делает импорт резко более дорогим. Импортные товары и промышленность наращивают импортозамещение. Ну а пока обменные пункты, как отражение биржевых событий. Разница между курсом покупки и продажи валюты до 5 рублей. Как страховка продавцов долларов и евро от непредсказуемости событий. Пойдет рубль завтра. Вверх или вниз. Наталья Семенихина, Ксения Гомонова, Виктория Филатова, Сергей Валетов. Первый канал.